Многократный призер международных соревнований подзюдо среди слепых и слабовидящих Анатолий Шевченко пришел на избирательный участок с семьей. Он голосовал в детско-юношеской спортивной школе номер 10, где регулярно тренируется. Спорт научил его полагаться только на собственный труд, а не на авось. Каждый должен делать свой выбор. Это система голосования. Если каждый будет к этому неответственно относиться, то действительно страной будет управлять не тот, кто должен, а тот, кому просто повезет. Участок для голосования в городском театре находится на втором этаже. Чтобы подняться, Никита Аванков использует специальный подъемник. Аналогичное устройство есть в Центре культуры Родина. Большинство участков находятся в социальных учреждениях, а в муниципалитете реализуется программа «Доступная среда». Как ответственный гражданин понимаю, что сейчас действительно мы, граждане, управляем своим будущим, своей страной. Наверное, я сегодня голосовал еще не как гражданин, а еще от лица человека с ограниченными возможностями, потому что я хочу жить в социально защищенном государстве, чтобы мои социальные права и права как человека с ограниченными возможностями действительно защищали, замечали и поддерживали. То, что в Анапе постепенно ликвидируются барьеры для людей с ограниченными возможностями, здоровье, заслуга таких активистов, как Никита, их немало. Общественники формируют заявки, их выполняют по линии городского управления ЖКХ. Выборы, своеобразный промежуточный тест безбарьерной среды и помогут продолжить работу по ее расширению. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.